Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В это время вокруг короля сидели священники и монахи, крупные крестьянские ученые. Когда они услышали речь Аллаха, из их глаз обильно потекли слезы. Они уверовали и вошли в истинную религию Аллаха. Также Наджаши принял ислам и тоже не смог сдержать своих слез. В отношении них послано Слово Всевышнего. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому что они не проявляют высокомерие. Когда они слышат то, что было неспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят «Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число свидетелей». Таким образом, христиане намного раньше приняли религию Аллаха, чем иудии. Что касается тех, которые уверовали из иудеев и приняли ислам, то их было не так много среди них, к примеру, Абдулла ибн Салям. Мы послушаем историю принятия им ислама, да будет доволен им Аллах, как упомянули они историки и как эта история дошла до нас в достоверных хадисах. Абдулла ибн Салям говорит, когда посланник Аллаха салляллаху алейху ассалям прибыл в Лучезарную Медину, к нему поспешили люди, и я в том числе. Когда я посмотрел на него, я понял, что его лицо не является лицом жица. Первое, что я услышал от посланника Аллаха, было «О, люди, распространяйте Салям, кормите едой, святывайте родственные отношения и молитесь Аллаху ночью, когда люди спят, войдете в рай с сохранностью». Это первое, что он услышал от посланника Аллаха. Вместе с тем он понял, что посланник Аллаха правдивый, невозможно, чтобы он был лицом, если даже не было бы в нем ясных знамений. Его появление сообщает тебе об известии. Абдулла рассказывает, после я пришел к посланнику Аллаха и сказал, «О, Мухаммад!» Он не сказал «О, посланник Аллаха», так как он до сих пор не принял ислам и не обратился к нему со словами пророчества или посланничества. Абдулла сказал, «О, Мухаммад!» Я тебя прошу о трех вещах, о которых не знает никто, кроме как пророк. Какой первый признак судного часа? Какой будет первая еда обитателей рая? И насколько вероятно схожесть ребенка с его матерью или с отцом? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи василлям, рассказал ему обо всем этом. Тогда Абдулла сказал, «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и действительно, ты посланник Аллаха». Он принял ислам после того, как узнал ответы на эти вопросы. Об этом не знал никто, кроме тех, кто хотя бы раз заглядывал в книге Аллаха. Абдулла сказал, «О, посланник Аллаха!» Вначале он сказал, «О, Мухаммад!» После же сказал, «О, посланник Аллаха!» «Иудеи, народ порицающий! Они никогда не обвиняют человека в отвратительных и мерзких деяниях. И если они узнают о принятии мною ислама, они будут изумлены. Я прошу тебя только об одном. Позови глав иудеев и знатных ученых. Спрячь меня позади завесы и спроси их обо мне. Потом я выйду из отведительства перед ними о посланнической миссии». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, посчитал нужным сделать, как посоветовал ему Абдулла ибн Салям. Он спрятал ибн Саляма за завесой и позвал к себе глав и знатных иудеев. Когда они собрались возле него, пророк, саллиллаху алейхи ва салям, спросил их, «Какое положение занимает среди вас Абдулла ибн Салям? Какой статус он имеет?» Тогда все они сказали, «Он лучший из нас и сын лучшего из нас, наш господин и сын нашего господина». Они начали его хвалить, «Среди нас он великий ученый, это человек превосходный, поклоняющийся, отвлекшийся от этого мира». Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал им, «Если он примет Ислам, как вы на это отреагируете?» Они сказали, «Да защитит его Аллах от этого, не дай Аллах, чтоб он принял Ислам». Они долго говорили с посланником Аллаха. Тут вышел Абдулла ибн Салям из-за завесы и сказал, «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Они вдруг внезапно спросили, «Кто это? Он самый плохой из нас и сын самого плохого из нас». И начали его оскорблять, так как он принял Ислам. Он был для них самым лучшим и знающим. Он был наипревосходным и наибогобоязненным среди них. Тогда Абдулла ибн Саляма сказал, «О посланник Аллаха, это то, чего я больше всего боялся услышать от них». И в отношении этого случая и рассказа были посланы слова Всевышнего. «Скажи, как вы думаете, что будет с вами, если он не спослан от Аллаха, а вы не уверовали в Него?» «Прощение к Иудеям». «Свидетель из числа сынов Израиля засвидетельствовал о том, что было подобно Ему, и уверовал в Него, а вы возгордились». Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь без законников. И также было послано слово Всевышнего в отношении Него. «Неверующие говорят, ты не являешься посланником. Скажи, достаточно того, что свидетелем между мной и вами является Аллах и обладающий знанием о Писании». И толкователи были единогласны в том, что имелось в виду, тот, кто знает книгу, это Абдулла ибн Салям, глава ученых иудеев. «Посланник Аллаха, саллиллаху алей его салям, сообщил с подвижником, что Абдулла ибн Салям из обитателей рая». Имам Бухарь от Саада ибн Уакбаса, да будет доволен им Аллах, рассказывает. «Я никогда не слышал, чтобы посланник Аллаха, саллиллаху алей его салям, говорил человеку, ходящему по земле, что он из обитателей рая, кроме Абдуллаха ибн Саляма». Вы посмотрите, какими были эти иудеи, которые утверждали, что они дети Аллаха и его любимцы. И что они желают уверовать последнего из пророков. Но как изменилось их отношение к Ибн Саляму, когда он уверовал и принял Ислам и вошел в религию Аллаха? Они посчитали его самым плохим, самым отвратительным и самым далеким от религии Аллаха. Мы просим Аллаха, великого и всемогущего, чтобы он дал знать о подлинности иудеев и чтобы осветил наши разумы светом ясной книги, чтобы мы читали Кур'ан с размышлениями и внимательно, чтобы мы знали сущность этой общины, несправедливой, притесняющей, нечестивой, которая наполнила народы земли. Субтитры создавал DimaTorzok